Всем привет! Предлагаю вашему вниманию популярный в наши дни маникюр в виде млечного пути. Итак, я нанесла вот такой вот черный лак с блестками, который имитирует нашу галактику. Вот он в бутылочке. Вы можете нанести обычный черный лак, а после добавить немного блесток. И подождала, пока этот лак засохнет. Далее нам понадобится скотч, закрыть наши ноготочки. Потому что мы можем их немного испачкать в процессе. Я использую для этого скотч. Вы можете использовать для этого специальное защитное средство, если оно у вас есть. Итак, наши ноготочки запакованы. Что нам понадобится для того, чтобы сделать маникюр в виде млечного пути? Я беру вот такую вот крышечку. Вы можете взять палитру, если она у вас есть. Здесь мы будем наносить наши лаки и размешивать их. После этого мне понадобится вот такой вот кусочек спонжика. Вы можете использовать для этого обычный аппликатор для теней. У меня аппликатора нет, поэтому это будет спонжик и щипчики. Вот так вот. Далее выбирайте лаки на свой цвет. В моем случае это будет вот такой вот желтенький, розовый, белый, синий и немного такого вот мятного. Итак, для начала берем белый лак. Делаем несколько капель на крышечку, на палитру. Берем нашу мочалочку, наш спонжик с щипчиками. И начинаем прорисовывать дорожку для млечного пути. Можете делать ее больше, меньше, в любом направлении, в котором вам захочется. У меня на двух ногтях это будет выглядеть. Вот так вот. Белый слой для начала нам нужен, чтобы остальные цвета лаков были более видны. Потому что на черном они потеряются, сольются. И на ваших ногтиках это не будет видно. Такими вот легкими касательными движениями растушевываем белый лак. Итак, после того, как белый лак нанесен, предьмаемся за наши разные цвета. Розовый. Желтый. Вроде бы все. Так. Берем щипчики с нашей. И начинаем наносить небольшими движениями. Так вот. Добавляем цвета. Здесь работает ваша фантазия. Те цвета, которые вам нравятся. Те цвета, которые вы хотите увидеть. Я хочу добавить слегка желтого. Вот так вот. Синенький я добавлю по краю нашего белого лака, чтобы слегка растушевать белый фон. Ведь млечный путь видно не слишком четко. Немного зелененького. А еще один. Я думаю, у нас стало маловато черного, поэтому я... Добавлю немного черного и белого. Белый нам понадобится для того, чтобы прорисовать дорожку. Поменяем сторону спонжика. Белым, слегка касаясь, прорисовываем дорожку. Белым, слегка касаясь, прорисовываем дорожку. Белым, слегка касаясь, прорисовываем дорожку. Очень много затянем нить черным по краям. Честно говоря, млечный путь можно рисовать как по диагонали, по вертикали, так и в виде круга оборота. Это уже как вы пожелаете. Капаем еще немного черного. Делаем акцент в виде точечек. Это как бы наше... Честно говоря, если у вас есть прозрачный лак, в котором находится много-много разнообразных разноцветных блесток, Лучший вариант это покрыть таким вот лаком. Я уже такого лака не нашла, поэтому мы прорисуем эти акценты. Теперь белые точечки на черном фоне. Наши звезды, наши планеты. И так далее. Для того, чтобы маникюр получился более блестящим, более ярким, возьмем вот такой вот прозрачный лак и покроем наши ноготки. В видео я это показывать не буду, так как мои дочечки, мой лак еще не досох. Подождите несколько минут, пока лак высохнет и нанесите прозрачный лак для большего блеска и большего эффекта. Большое спасибо! Итак, наши ноготочки запакованы. Что нам понадобится для того, чтобы сделать маникюр в виде млечного пути? Я беру вот такую вот крышечку. Вы можете взять палитру, если она у вас есть. Здесь мы будем наносить наши лаки и размешивать их. После этого мне понадобится вот такой вот кусочек спонжика. Вы можете использовать для этого обычный аппликатор для теней. У меня аппликатора нет, поэтому это будет спонжик и щипчики. Далее выбирайте лаки на свой цвет. В моем случае это будет вот такой вот желтенький, розовый, белый, синий и немного такого вот мятного. Итак, для начала берем белый лак. Делаем несколько капель на крышечку, на палитру. Берем нашу мочалочку, наш спонжик со щипчиками. И начинаем прорисовывать дорожку для млечного пути. Можете делать ее больше, меньше, в любом направлении, в котором вам захочется. У меня на двух ногтиках это будет выглядеть. Вот так вот. Белый слой для начала нам нужно, чтобы остальные цвета лаков были более видны, потому что на черном они потеряются, сольются. И на ваших ногтиках это не будет видно. Такими вот легкими касательными движениями растушевываем белый лак. Итак, после того, как белый лак нанесен, предьмаемся за наши разные цвета. Розовый. Желтый. Итак, наши ноготочки. Запакованы. Что нам понадобится для того, чтобы сделать маникюр в виде млечного пути? Я беру вот такую вот крышечку. Вы можете взять палитру, если она у вас есть. Здесь мы будем наносить наши лаки и размешивать их. После этого мне понадобится вот такой вот кусочек спонжика. Вы можете использовать для этого обычный аппликатор для теней. У меня аппликатора нет, поэтому это будет спонжик и щипчики. Вот так вот. Далее выбираете лаки на свой цвет. В моем случае это будет вот такой вот желтенький, розовый, белый, синий и немного такого вот мятного. Итак, для начала берем белый лак. Делаем несколько капель на крышечку, на палитру. Берем нашу мочалочку, наш спонжик с щипчиками. И начинаем прорисовывать дорожку для млечного пути. Можете делать ее больше, меньше, в любом направлении, в котором вам захочется. У меня на двух ногтиках это будет выглядеть. Вот так вот. Белый слой для начала нам нужно, чтобы остальные цвета лаков были более видны, потому что на черном они потеряются, сольются. И на ваших ногтиках это не будет видно. Такими вот легкими касательными движениями растушевываем белый лак. Итак, после того, как белый лак нанесен, предьмаемся за наши разные цвета. Розовый. Желтый. Такую вот крышечку. Вы можете взять палитру, если она у вас есть. Здесь мы будем наносить наши лаки и размешивать их. После этого мне понадобится вот такой вот кусочек спонжика. Вы можете использовать для этого обычный аппликатор для теней. У меня аппликатора нет, поэтому это будет спонжик и щипчики. Вот так вот. Далее выбирайте лаки на свой цвет. В моем случае это будет вот такой вот желтенький, розовый, белый, синий и немного такого вот мятного. Итак, для начала берем белый лак. Делаем несколько капель на крышечку, на палитру. Берем нашу мочалочку, наш спонжик с щипчиками. И начинаем прорисовывать дорожку для личного пути. Можете делать ее больше, меньше, в любом направлении, в котором вам захочется. У меня на двух ногтиках это будет выглядеть. Вот так вот. Белый слой для начала нам нужно, чтобы остальные цвета лаков были более видны, потому что на черном они потеряются, сольются. И на ваших ногтиках это не будет видно. Такими вот легкими касательными движениями растушевываем белый лак. Итак, после того, как белый лак нанесен, принимаемся за наши разные цвета. Розовый. Желтый. Вроде бы все. Так. Берем щипчики с нашей. И начинаем наносить небольшими движениями. Такой вот, как добавлять цвета.